Примерно так Сергей проводит большую часть свободного от учёбы времени. Попав в кванториум, он всерьёз увлёкся программированием. В 17 лет владеет им на уровне студентов технических вузов. Сейчас со своими друзьями работает над созданием программного кода для психоэмоционального тренажёра. Люди, которые переносят инсульт, их мимические мышцы, они атрофируются. И для того, чтобы их восстанавливать, нужно очень много упорно трудиться. А наш программный комплекс, он способствует более быстрому восстановлению этих мышц. Мотивации для работы добавила недавняя поездка в Москву. На финал Всероссийской олимпиады программистов по направлению искусственный интеллект. Чтобы попасть туда и состязаться с сотней лучших молодых айтишников страны, Сергей прошёл два отборочных этапа. Некоторые задания оказались настолько сложны, что вызвали затруднения даже у наставника Сергея. Машинное обучение достаточно большая наука и всегда есть шанс того, что ты встречаешься с незнакомыми алгоритмами. Не все алгоритмы были нам полностью знакомы. То есть прямо в порядке прохождения заочного этапа и мне, и Сергею приходилось много нового узнавать. Поэтому в этом были достаточно большие сложности. Вечера в Кванториуме не прошли даром. В финале конкурса в Москве в своём направлении Сергей занял седьмую строчку в топ-100 лучших молодых айтишников страны. Это в будущем обеспечит ему высший балл по профильному предмету ЕГЭ, что оказалось весьма кстати. В школе всё как по маслу, только вот тройки уходят в этой четверти. Там по физике, по русскому языку. Преподаватель информатики доволен, а все остальные не очень. А ещё Сергей ломает стереотипы о программистах. Параллельно с учёбой занимается армрестлингом. Мы, конечно, верим на слово, но всё-таки решаем проверить на деле. Впрочем, в ближайший год у Сергея будет мало времени на это увлечение. Он намерен снова принять участие в Олимпиаде и занять уже первое место. А для этого придётся ещё больше времени уделить программированию. Глеб Дулкин, Евгений Кравцовский. Такой день на Мире Белогорье. Субтитры создавал DimaTorzok